Путин, коррупция и ФСБ. Три столпа, на которых держится мироздание России. Мы, значит, деньги эти немножко растащили. И если про бункерного деда в прессе говорят вдоволь... Дедушка, закончен, ***. Да и про коррупцию журналисты рассказывают наперебой. Так что за бюджет не переживайте. То силовиков, особенно сверх зашифрованное ФСБ, часто оставляют без внимания. Кто за беспомощные идиоты работают в ФСБ? Давайте откроем матрешку и узнаем, чем на самом деле занимается карманная спецслужба Путина. На велосипедах, самокатах, такси и организованно на автобусах. С начала ноября сотни выходцев из стран Ближнего Востока штурмуют финскую границу. Запрет на въезд на двухколесных не подействовал. Все, Финляндия. Поэтому хельсинки решили закрыть 4 из 9 КПП. А финны стали подозревать, Россия умышленно подбрасывает им мигрантов. Российские власти явно способствовали проникновению этих лиц без документов и шенгенских виз. В чем именно заключалось это содействие? Их кто-то привез сюда на машинах. Первым спалился губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Даже видео выложил. Обстановка на текущий момент в нашем регионе следующая. 58 человек успели вчера пересечь границу с Финляндией до полного закрытия КПП Салла. 55 иностранных граждан будут перевезены оттуда к единственному в России открытому КПП с Финляндией МАП Лотто в Кольском районе. И написал, в любой ситуации очень важно сохранить человеческое лицо. Он идиот. Но человеческое лицо в кавычках сохранил не только Чибис, а и российское ФСБ. Помогали подбрасывать финнам мигрантов те же контрабандисты, что и возили из Беларуси под границу Польши. Об этом один из них рассказал изданию «Инсайдер». Финская схема стала возможной в начале ноября только благодаря российским силовикам. Они сами связались с контрабандистами, которые до этого работали на белорусском направлении. Посредники вербовали просителей убежища через объявления в соцсетях, университеты и российские культурные центры. Мы можем помочь с визой из Сирии. Вы получите ее на основании приглашения, которое мы сделаем. Это будет стоить 3800 долларов, если заплатите половину сразу, половину в России. Беженцам выдавали визы и встречали в Москве. Все процедуры в аэропорту чекисты-кукушки брали на себя. Когда вы попадете в Россию, прямо в аэропорту вас встретит полковник. Он проведет через границу, и вы окажетесь в Москве. Потом посредники паковали их в машины или автобусы и везли на границу. Велосипеды продавали сами пограничники. Велосипеды есть, все нормально. Ребята довольны? Все. Вот такой вот all-inclusive. И Финляндии насолили за вступление в НАТО. И бункерного задобрили. И зеленые по карманам распихали. Это такая двухходовочка очень простенькая. Поэтому теперь все погранпереходы между странами намертво заколочены. Ну, всего доброго. Это, так сказать, сезонная работа путинских чекистов. Ведь одна из их главных задач — избавляться от людей. И речь даже не об оппозиционерах и независимых журналистах. С ними-то все понятно. А о простых русских бабах и ваньках, которые уже завтра могут быть признанными террористами или экстремистами. Силовики без суда и следствия часто убивают обычных людей, которых потом называют террористами. ФСБшники похищают нескольких гражданских и инсценируют спецоперацию и штурм. Охоронят свежевыдуманных преступников без имени и фамилии на кладбище для террористов. Это позволяет закон о погребении и похоронном деле. Истинную причину смерти родственники так никогда и не узнают. В 16-м году в Дагестане погибли братья-пастухи Гасан Гусейнова. Тела мальчиков нашли в чужой одежде. По всей видимости, их намеренно или случайно подстрелили сотрудники ФСБ. Начальник полиции местного ОВД заявил, что пастухи – террористы. И якобы открыли огонь по силовикам, а те защищались. В 2011-м в Нальчике ФСБ застрелили 23-летнего Аслана Емкужева. Его задержали для проверки документов, и он якобы открыл огонь из дробовика. А уже через 10 лет Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить матери убитого компенсацию – 70 тысяч евро. Согласно материалам дела, на которые ссылается суд, тело мужчины вернули в семью со следами от пуль, наручников, ожогами и травмами лица. Правозащитники указывали, что Емкужева могли похитить и пытать, а вооруженное сопротивление – инсценировать. И если раньше чекисты делали террористов из выходцев из Северного Кавказа, то после полномасштабного вторжения в Украину гребут всех, кого видят. В Тюменской области ликвидирован, предположительно, террорист. Когда его попытались задержать оперативники, неизвестный открыл по ним огонь. Согласно последним данным, в 2022-м суды по всей России передали 1027 дел о терроризме и 1166 об экстремизме. Каждая пятая возбуждают в Москве. Кто будет следующим, покажет только время. Принципы одинаковые, но творческий подход наверняка всегда разный. Командировки во вражеские столицы – отдельная и очень важная функция ФСБшников. Там они зачастую шпионят, кого-то преследуют или убивают. Но часто путинские угодники успевают сыграть только одну роль. Никакого Красикова не знаю. Я инженер-строитель, проживал в Брянске, а зовут меня Вадим Соколов. Вот такую хромающую на две ноги историю в суде Берлина попытался протолкнуть российский киллер Вадим Красиков. В немецкой столице он в 2019-м застрелил бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили и пытался удрать на велике. Но не получилось. Благодаря двум подросткам неравнодушникам, которые все увидели, как так дядя вдруг снимает парик, выбрасывает почти новенький велосипед в реку. Здесь что-то не то. Ну и позвонили в полицию. Окончательно все точки над Пиро ставили на тепляп сделанные документы. При выйти в Европу убийцу не внесли в базу пересечения границ. Тем не менее, он оказался в списке пассажиров борта Air France. Это оказалось возможным благодаря специальному разрешению, которое выдают сотрудникам спецслужб. А в базе паспортов данные Соколова-Красикова отмечены флажком ФСБ и подписью. Также последние годы многие страны Европы уже почистили ряды российских дипломатов в своих посольствах и консульствах. А все потому, что уж очень явно у них из карманов торчали красные ксивы. Контролем за экономикой в России тоже занимается отнюдь не профильное министерство, а служба экономической безопасности. Четвертая служба в составе ФСБ. Ее сотрудники намертво присосались ко всем финансовым сферам. А почему? А потому? Например, придумали схему сжигания банков. Простыми словами, берется банк, его капитал и деньги клиентов выводят, а само финучреждение закрывается. За проценты чекисты делали этот процесс безболезненным, и лицензии никто не отбирал. Это, конечно, потрясающе. А в начале десятых стали контролировать страхование, в частности КАСКО. Причина проста – расчет с клиентами налом. Если у вас в то время были нужные контакты, то обналичить крупные суммы денег с минимальной комиссией можно было именно через страховщиков. Доход такие махинации приносят колоссальный. В месяц более трех миллионов рублей. Согласитесь, пройти мимо такой схемы просто невозможно. И это только самые известные методы заработка. Человеку важно найти себя. И если он себя находит, то у него появляется шанс реализовать себя по максимуму. Непреодолимую слабость российские ФСБшники питают и к криптовалюте. Ведь с помощью нее в РФ покупают наркотики и оружие, отмывают деньги и проворачивают темные дела. Ситуация, как и с любым другим бизнесом. Пока криптовалюта выглядела как фриковатая хобби для гиков, никто в нее не лез. Но как только силовикам и государству это дело показалось прибыльным, тут же возникли чекисты. Поэтому на 65-м этаже одной из башен Москвы-Сити вовсю работает криптообменник. Туда можно принести чемодан денег и вывезти в виртуальную валюту. Фирме «Процент», ФСБшникам «Откаты» тебя никто не видел. Бабки-то где, извините за маэтон? Денюшки где? А в 2018-м путинские силовики помогли отжать православному олигарху, владельцу телеканала «Царьград» Константину Малафиеву, крупнейшую криптобиржу ВЭКС. Для этого против одного из основателей, Алексея Белюченко, возбудили уголовное дело и шантажировали. В беседах активно участвовал и сам Малафиев. После долгих угроз они все же заставили криптовалютчика перевести цифровые деньги на сумму 450 миллионов долларов в так называемый фонд ФСБ. В этой истории нету хороших-плохих. Люди Малафиева забрали часть денег, ну и Белюченко оставил деньги тебе. Еще одна сфера, которая не обходится без их крышевания – хакерство. Вот только оплачивают они силовикам не только деньгами, но и услугами. Делки выполняют для них всю черную работу. От кибершпионажа, вымогательства и взлома до кражи личных данных. Но у каждого хакера есть свой срок годности. Киберпреступники работают со спецслужбами, святая святых российского государства, и в процессе узнают много такого, чего обывателю знать не положено. Так что со временем силовики сажают тех, кто знает слишком много, и находят им замену. Впрочем, не стоит забывать, что ФСБшники РФ – это не только толстопузы в погонах на Лубянке. У них огромное разветвление на местах, а там им точно есть на чем поживиться. Правления в приграничных регионах, где есть порты и погранпункты с чекистами. Именно через них идут контрабанда и наркоторговля. А это огромные черные рынки. Хочешь торговать – плати. Не даешь на лапу сразу – товары зымают и ищи свищи. Только за последний месяц в порту Петербурга задержали две крупнейшие партии наркотиков. Одну якобы из Бельгии на 13 миллиардов рублей, другую из Никарагуа на 11 ярдов. У многих преступных группировок в России, которые этим занимаются, действительно есть крыша из силовиков. У некоторых высокопоставленные силовики, у некоторых не очень высокопоставленные. В регионах, где есть природные ресурсы или крупные предприятия, чекисты тоже не бедают. Они ходят на облавы, вымогают взятки и отжимают бизнесы. В менее злачных регионах и небольших городах зарабатывают на всем, чем можно. Даже на ЖКХ. О чем мы говорим откровенно? В подмосковном Климовске собственниками котельни, которая из-за аварии заморозила 173 многоэтажки, оказались бывшие ФСБшники. Подъезды во льду, животные превратились в сосульки. Зато путинские силовики при деньгах. Рыбка умерла, замерзла. Черепашек вынесли, надеемся выживут. Но не деревянными едиными. В перерыве между Обдираловкой они зарабатывают и медальки. Активно штампуют дела об экстремизме, терроризме и госизмене. Провинциалов ведь не жалко. А в некоторых регионах даже специальные боты для доносов запустили. Ликвидация людей по заказу Кремля, преследование, расправа, притягивание за уши дел, вымогательство, рейдерство, крышевание, выбивание долгов, сопровождение схемы нелегальных бизнесов. Это только малая часть того, чем на деньги простых россиян занимается ФСБ. Что такое реализовать себя по максимуму? Это получить удовлетворение от того, что ты делаешь. Орган, который призван защищать интересы страны и ее граждан, с благословения Бункерного делает все с точностью наоборот. И единственный, кому он может безоговорочно служить, это Путин и его вездесущей коррупционной машине. Редактор субтитров А.Семкин